Сколько безвозвратно ушедших империй видел карандаш историка? Сколько из них уже никогда не поднимут голову из песка? Вильгельм II определенно должен занять свое место. Но что делать, когда большинство замков разрушены до основания? Когда последний монастырь пылает огнем? Сейчас, когда на дворе 1937 год, королевства опустошены, да и принцессы давно не те, Вильгельм выходит на мировую арену. Версальский договор уничтожил все, что было так дорого его сердцу. Пришла пора аннулировать это безобразие. Синхронно, словно бы давно готовившись объявить эту войну, Франция и Великобритания решаются напасть на нас. Вильгельм II накопил изрядное опыт ведения боевых действий со своими противниками. И хоть территориально Великая Германская империя так ничего и динажила, у него есть шанс на реванш. Дорога молодой империи будет усыпана костями павших. Но только так эта страна сможет достигнуть былого величия. Мятеж французских коммунистов очень скоро будет задушен. И именно тогда Вильгельм сможет сделать свой ход. Во что превратилась знаменитая немецкая армада. Некогда она вселяла ужас и благоговейный трепет. Сейчас это лишь насмешка над прошлым. Но именно у этого мудрого учителя берет очередной урок император. Можено непробиваемая линия укреплений, которая позволяла французам держаться столь долго. Да, у знаменитого австрийского художника были свои планы на этот счет. Он планировал обойти эту линию укреплений с севера. Но мы просто не можем позволить себе такой роскоши. Капитулировав, красные подарили большинство укреплений нам. И именно от них мы будем строить нашу дальнейшую стратегию. Пожалуй, в ближайшее время нам придется очень не сладко. Враг быстро перебрасывает на линию фронта новые подкрепления. Однако уже сейчас нам удается неплохо закрепиться в регионе. В свое время Бисмарк совершил чудовищную ошибку. Пришла пора исправить ее и как можно быстрее ограничить влияние коммунистов в этой стране. Будем надеяться, это не вызовет очередных протестов. Наш враг внешний, а никак не внутренний. А французы? Французы, как всегда, продолжают держаться за свои бункеры. Мы потеряем слишком многое при штурме остатков Можино. Однако и оставлять эти дивизии в тылу без присмотра мы не можем. И без того небольшая армия Германской империи оказывается разделенной. И все-таки как же не вовремя в Турции начинается мятеж? Безусловно, мы были бы только рады помочь курдам. Но, к сожалению, не можем позволить себе этого. Но нет, мы отнюдь не одиноки в этом мире. Румыния поддержит наше начинание. И хоть в данный момент наш союзник не сможет оказывать нам должную поддержку, это безусловно начало чего-то большего. Мы покажем всему миру, что монархия жива. Афганистан, а следом за ним Йемен и Иран. Одна за другой эти страны становятся под знамена Вильгельма. Что это, реликт прошлого или альянс будущего? Лишь время покажет. В то же время Шарль де Голь пытался контр-атаковать, но его атаки захлебнулись. Теперь наш черед попробовать на вкус французские укрепления. Надо сказать, нам все же удается прорваться. Противник вынужден отступать, а мы получаем в свое распоряжение так необходимые нам позиции. Удивительно, но нападение на южную часть Франции, судя по всему, не ожидалось. Нам без труда удается занять незанятые позиции, образуя очередной котел. Ликвидировать его на данный момент не представляется возможным. Однако мы сделали то, что до сих пор считалось неосуществимой задачей. Нашим войскам удалось немысливое. Мы смогли пробиться сквозь вражеские оборонительные редуты. Единственный шанс Германской империи одержать победу, это рассчитывать на быстрое молниеносное нападение. У нас больше нет сил вести войну долгие годы. Франция должна была пасть уже вчера. А это значит, что существующий порядок вещей нас в корне не устраивает. Немного расшатыв вражескую оборону на юге, мы переходим на северные рубежи неприятеля. Через какое-то время Вергейн решает пойти в Абанк. Практически все наши резервы перебрасываются на линию фронта. А наш альянс понемногу расширяется. Во-первых, к нам присоединяется Королевство Югославия. Параллельно мы улучшаем отношения с египтянами и саудитами, для того, чтобы в будущем открыть второй фронт. Свежие силы на линии фронта позволили нам серьезно укрепить оборону и перейти к активной контратаке. Часть французских дивизий на севере по-прежнему остаются в котлах, которые нужно ликвидировать как можно быстрее. Параллельно Германия активно наращивает промышленную базу и восстанавливает инфраструктуру. Продолжаются тяжелые бои за северные и южные оборонительные рубежи противника. И силы французов в этих регионах постепенно выдыхаются. Дальнейшее сопротивление врага приводит лишь к большим потерям убитыми и ранеными. Нам по-прежнему не удается закрыть старые котлы, но мы постепенно начинаем реализацию новых. Массерванная атака на юге позволяет перекрыть врагу доступ к мажену. Таким образом, вражеская оборонительная линия полностью законсервирована. Параллельно нам удается ликвидировать несколько мелких котлов на севере и серьезно продвинуться по направлению к столице. Первая фаза войны заканчивается относительной победой Германской империи. Сейчас, когда французы стали менее боеспособны, нам необходимо развивать наступление. Часть наших дивизий получила четкий приказ окопаться. Однако северная и южная части центральной армии решают начать контратаку. Сконцентрировав основную ударную часть нашей армии, нам удается взять врага в так называемые клещи. Противник же не собирается отдавать Труа просто так, поскольку там находится основной центр снабжения армии «Центр». Это приводит к еще большим потерям со стороны французов, а большому мы забираем центр снабжения в Дижоне. В то время как наша южная группа армий серьезно улучшила свое положение, заняв полк снабжения и железную дорогу, центральная часть линии фронта нам наконец-то удается реализовать задуманное. В то же время господин Хорти просит у нас разрешения на перевооружение. Это может повлиять на наши отношения с румынами, но на данный момент нам в Альянсе нужны все доступные силы. Нам необходимо как можно быстрее ликвидировать центральный французский котел, ведь в противном случае наше наступление будет обречено на провал. Ну-ка, наши солдаты заняты основной работой, и мы немного улучшаем положение на линии фронта. В данный момент на севере сконцентрировано наибольшее число подразделений противника. Мы можем либо попытаться пробиться к Парижу, либо начать южное наступление. И хоть вражеские силы в районе Мажино снова активизировались, у нас еще есть шанс расширить линию фронта. Наконец-то титанический котел на севере закрывается, а на юге создается новый. Наши солдаты забирают пункт снабжения Виши, тем самым перерезая вражеское снабжение. Хотя на самом деле снабжать в ближайшее время будет некого. Юг Франции протерян для врага навсегда. Единственный шанс для французов изменить ход войны, и это начать последнюю самоубийственную атаку в районе Мажино. Французы хотят перекрыть нам основной коридор снабжения. Однако на данный момент враг понес катастрофические потери, и не может активно обороняться. Никакой контратаки уже и речи быть не может. Столица европейской моды в ближайшее время падет. В данный момент наши войска берут ее в окружение. А на всей линии фронта французы получают удар за ударом. Неожиданные вести с востока. Там в Советском Союзе Труцкий начинает свою революцию. Мы будем следить за развитием событий, но пока что нас интересует лишь Западный фронт. Здесь же мы наблюдаем полный разгром противника. На юге у врага осталась одна боеспособная дивизия в районе Марселя. В центральной части страны враг не может полностью покрыть линию фронта. Лишь северная часть страны остается последним облотом сопротивления для французов. А Вильгельм все измутный час решает обратиться к государственной религии. Заручившись поддержкой церкви, он сможет стабилизировать ситуацию в обществе. А там уже и победа над французами не за горами. Горе побежденным, Монако предлагает нам свои услуги в качестве марионетки. После недолгих раздумий, Вильгельм принимает решение сформировать в городе-государстве временное правительство, лояльное ему. Следом за Монако, поражение признают и сами французы. Страна объявляет о своей безоговорочной капитуляции и выходит из этой губительной войны. Все наши резервы немедленно перебрасываются на войну с англичанами. Самое время призвать всех наших союзников, которые еще не присоединились к этой войне, принять в ней участие. Присоединение Саудовской Аравии и Египта к этой войне позволит нанести англичанам сокрушительный удар. Надо сказать, что наши союзники держатся неплохо, в то время как Италия продолжает кампанию в Эфиопии. В то же время Ирак разрывает все договоренности с британцами. И это говорит обо всем довольно красноречиво. Скоро владычица Марии и океанов потеряют все свои колониальные владения. К сожалению, не все так сладко. Дататюрк заканчивает свою гражданскую войну, и мы не успеваем помочь курдам в их освободительном порыве. Разобравшись с религиозным вопросом, Вильгельм начинает реставрацию немецкой монархии. Отныне Кайзер будет вновь разделять и властвовать над немецкими землями. В то же время испанский монарх решает огнем и мечом объединить Иберию. Ну а Кайзер может лишь поддержать его в этом благом начинании. Как же вовремя начинается гражданская война в Польше? Аккурат, как только мы планируем высадку в Британии. Одна дивизия в Портсмоте действительно звучит серьезно, учитывая то, что Британия скорее всего решила поддерживать свои колониальные владения всеми своими подразделениями. Нам удалось немного расширить зону высадки, однако враг планирует сражаться за Лондон до последнего бойца. Дивизии у англичан, судя по всему, немного, резервы он вряд ли успеет быстро подвести, поэтому на данном этапе боевых действий нам проще немного расширить линию фронта. Таким образом, Лондон оказывается в плотном кольце, да еще и Венгрия присоединяется к Стальному пакту. Хуарти, судя по всему, решил быть на стороне победителей. Египтяне, надо сказать, умудряются вовремя влететь в противостояние, но да ладно, в любом случае Лондон взят немецкими войсками и это, скорее всего, безоговорочная капитуляция. В ближайшее время Германия закончит эту войну, однако Вильгельм приказывает перевести экономику на военные рельсы. Это значит, что Кайзер не собирается останавливаться на достигнутом. В Манчестер немецкие войска берут без какого-либо серьезного сопротивления, а вот за Ливерпуль придется немного побороться. Как бы то ни было, в скором времени Британия решает сложить оружие. Вильгельм официально объявляет о победе во Второй мировой войне с ведущими европейскими державами. Ну и, собственно, вот такой вот интересный мир у нас с вами сложился на 2 апреля 1938 года. Германия полностью аннексирует Францию, египтяне получают контроль над большей части Африки, и, скорее всего, английские земли я, наверное, тоже им передам. Бывшие доминионы англичан также находятся в нашем полном подчинении, а Афганистан за свои старания получает значительную часть Индии. Здесь тоже нужно будет немного поработать над границами, но в целом мы добились определенных результатов. Дальше же Вильгельму предстоит тяжелое решение. Стоит ли ему идти на восток и восстанавливать российскую монархию? Или же его ждут просторы Соединенных Штатов Америки? Благодаря отличному плацдарму в виде Канады он может реализовать все свои амбиции. К тому же финны видят в нем сильного союзника и принимают решение присоединиться к его альянсу. Победа лишь омрачается катастрофой на дирижабле Гиденбург, но стоит ли при этом хоронить эпоху дирижаблей? В свое время сильные меры сего похоронили монархию, и вот каких вершин достиг Вильгельм за отведенное ему время. Безусловно, он смог исправить ошибки прошлого. Германская империя снова единая. Это величайшее достижение немецкого народа. И лично Кайзера. Ну а что будет с этим чудом, как всегда решать вам. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на мой канал, за все силы ударить в колокольчик и написать один или несколько комментариев для его продвижения. Не забудь про мои социальные сети, указанные в описании, ведь там видео выходит немного раньше. Как всегда, я для вас вещал Malwar Gaming. Спасибо всем, кто смотрел. До новых встреч. Пока, ребята.